Внимание! Что вы видите на этом снимке? Наверное, вы сразу подумали, что это инопланетяне, а сам кадр из какого-нибудь фильма будущего. Но нет, я вас разочарую. Это древний солярий. Ну а здесь вы, наверное, подумаете, что это обычный хирург за обычной своей хирургической работой. Но не тут-то было. Этот хирург делает себе операцию сам. Здесь нужно ставить памятник человеческому мужеству. Это Леонид Рогозов, легендарный советский врач, участник шестой антарктической экспедиции. В 1961 году ему пришлось самому себе сделать операцию по поводу острого аппендицита. Ну а здесь я 100% уверен, что вы не догадаетесь, ну что это такое. Чтобы вас не томить, я вам сразу все расскажу. В Германии в конце 19 века было распространено вот такое устройство для мужчин. Оно должно было предотвращать расходование энергии. Ну как вы думаете, на что? На потерю драгоценного семени. Да-да, именно того семени. В расслабленном состоянии шипы не затрагивали нежную мужскую плоть. Но при эрекции можете себе представить. А на этой фотографии вы, наверное, подумаете, что это какая-то клетка или гроб. Но если отдалить назад, то вы все равно ничего не поймете. Ладно, скажу, это карета скорой помощи 881 года. Ну а эту фотографию я взял, потому что у этой женщины очень спокойное лицо. Как вы думаете, почему она так спокойна? Я даже не знаю, какие эмоции передает вот этот взгляд. Но если медленно отводить камеру назад, вы все равно ничего не поймете. Что это такое? Сначала можно подумать, что это какой-то телескоп или пушка космических войск. А эта женщина стреляет по космическим кораблям из земли. Но нет, это рентгеновский аппарат. А здесь, ребят, что если я вам скажу, что это театр? На полном серьезе, ребят, вот это театр. Только не который вы себе представили, а анатомический. Анатомический. Ужас. Ну а сейчас я попрошу отойти от экранов слабонервных. Потому что вроде как сейчас это обычный мужчина. Но если отвести камеру назад, то вас повергнет в шок. Этот мужчина потерял челюсть из-за выстрела. Будьте осторожны с оружием. Так, ну а здесь я прям жду, не дождусь, когда вы начнете выдвигать свои идеи насчет того, что это такое. Да, можно подумать, что это тыква, которая уже засохла. Или, не знаю, какая-то грязь. Но если отвести камеру назад, то становится сразу все понятно. Это нарост на голове бабушки. Но когда я увидел вот эту фотографию, я подумал, что это кадр из фильма ужасов. Потому что только там я ожидал увидеть вот это. Даже если я вам покажу эту фотографию сразу, вы все равно не поймете, что это такое. Но чтобы вас не мучить, я скажу. Это специальная маска из радия, которая лечит рак. Ну а на этой фотографии может показаться, что девушка снимает свою футболку. Но не тут-то было. Если отвести камеру назад, это будет тоже ничего не понятно. Ну ладно, не буду вас мучить. Это лечение сколиоза в древнее время. Итак, в наших лучших традициях, наведя камеру крупным планом на какую-то часть фотографии, я попытаюсь спросить вас, о чем думает этот человек? Вот как вы думаете? Вот я даю подсказку. Он в чем-то сидит. В чем он сидит? И он тут не один. Их тут трое. Ну что, догадываетесь? Ладно, не буду вас мучить. Это аппараты для физиотерапии. Грубо говоря, они разогревают все тело. Ну а тут я тоже попросил бы отойти людей со слабыми нервами. Но что тут поделать? Это медицинская школа, выпускной класс. И да, это студенты. Или будущие врачи. Что естественно, то не безобразно. Так, ну и напоследок. Ребят, что здесь опять происходит? Я даже не буду увеличивать эту фотографию. Вы все равно, скорее всего, не угадаете. Но давайте предполагать. Это люди, и они почему-то лежат как мумии. И ходят медсестры рядом. Скорее всего, это какая-то больница. Но почему люди так завернуты? Хмммм. Скорее всего, вы уже догадались. Это психушка. И так людей заворачивали, чтобы они успокоились. Эти одеяла на самом деле теплые и влажные. Попробуйте себя закутать в теплое и влажное одеяло. Вы сразу же успокоитесь. Ну а с вами был Влад205. Заворачивайтесь в теплые и влажные одеяльца. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok